с эффектом черной луны, вроде бы негативным, но в этот момент там может произойти очень сильный рассвет такой точной науки. И вот то, что я назвал чипизация, с другой стороны, это может дать совершенно другие вещи, когда будут создаваться огромные информационные банки данных, имеющие очень точную и эффективную структуру. То есть, когда астрология может дойти до очень высокого уровня и планки эффективности и точности, потому что большое количество информационных данных появится в обработке на новом высоком уровне качества. То есть, если сейчас на уровне управления общества, что-то мне занесло в какие-то дали, вот эти управления и чипизации общества, но там это будет иметь место быть. И параллельно это даст очень сильный прогресс в науке, потому что будет возникать огромное количество информационных систем с невероятной эффективностью работающих для людей, для организации структур. И то, что сейчас мы говорим про франшизы, про копирование моделей поведения, поведения людей, поведения в бизнесе. Вот 18-й год – это один из идеальнейших, когда будет опробировано такое количество манипулятивных управлений сообществом. Вот, и с точки зрения франшиз просто произойдет некий бум, потому что будет понимание у людей, как вообще создавать структуру из людей. Неважно, манипулятивного государственного толка или бизнес-характера. Потому что вот одни из самых гениальнейших книг, вот именно в информационном понимании, как манипулировать и группировать сообщества, будут созданы в этом году, которые окажут влияние даже на последующие десятилетия. И вот такие информационные системы, которые дают понимание того, как работает бизнес, как работает выстраивание вот этих крупных структур вплоть до государственных из общества. Вот какие-то крупные философские труды появятся. Вот на самом деле все, что я сейчас говорю, очень важно для козерогов будет. Потому что именно через них будет вот этот поток структуризации, как должно быть идеально общество построено, вот эта большая структура, где каждый подчинен, где каждый работает на благо большого. Государство, негосударство, где каждый отчасти подчинен в этом большое. И все, что я сейчас говорил, вот про прорыв в информационных технологиях, в управлении сообществом, в создании бизнеса совершенно нового порядка и формирование крупных бизнесов, организационных систем, все это вот именно козероги будут через себя пропускать. И для них этот год будет одним из важнейших. Но важно подойти к нему как году исследований. Вот это главная особенность Черной Луны, что если вы просто тупо работаете, будет ощущение того, что вы немножко вхолостуете. Но если вы исследуете, вы понимаете, как вообще работает вся бизнес подоплека реальности, как работают масонские вот эти все организации, то есть почему они здесь найдут... Я вот шучу, не отчасти не шучу вот про все вот эти тайные организации, но у людей будет прям наглядность, как вот работает вся подоплека вот финансовой мотивации людей, страхов, амбиций. Все это настолько наглядно будет раскрываться, и люди напишут огромное количество учебников по бизнесу за вот этот 18-й год. То есть это прям такой бизнес-проводник будет. И очень хорошо, если вы воспринимаете его как время проб и ошибок. Да, здесь будет много косяков, много тайных путей, но и много найденных новых решений, которых раньше вообще никто не предполагал в управлении сообществом, формировании франшиз, формировании крупных систем и создании из этих систем каких-то глобальных построек. Пипец, как все сложно. Это вот все, опять же, очень важно для козерога.